Я впервые научился учить людей, как использовать энергию напряжения стресса в собственных целях. Вводишь человека в состояние стресса, и благодаря введению человека в это состояние, человек может найти в себе определенные возможности. Надо подобрать действие синхронное текущему состоянию в моменте. Я это придумал в Центре подготовки космонавтов. Гармония в каждом из нас. Наша задача, чтобы люди осознанно использовали свои естественные, спонтанные, инстинктивные реакции, которые им помогают побеждать. Друзья, всем здравствуйте. Я сейчас нахожусь в гостях у Хасая Алиева. Здравствуйте. Привет тебе, Миша. Как будто мы только сейчас. Мы уже 5 минут как разговаривали. Мы уже давным-давно разговаривали. Мы вам такой секрет раскрыли. Но тем не менее, я знаю, что его знает очень много людей. У него большое число подписчиков. И я просто хочу, чтобы они узнали еще больше. А чего бы нет? Правильно. Потому что я не только врач, но я учу людей, чтобы они, их дети сдавали экзамены хорошо, чтобы выступали хорошо на переговорах, себя чувствовали увереннее, чтобы спали лучше, чтобы просыпались бодрыми. И так далее, и так далее. И он мне взял и так вот между собой рассказал про разные практики, разные методики гипноза, именно лечебного гипноза, который помогает людям. И мне было бы интересно, чтобы ты тоже рассказал это всем нашим людям. Я это могу, но я скажу, что я всю жизнь этим занимался, но сейчас этим не занимаюсь. Я, наоборот, учу людей, чтобы они были устойчивы к чужим манипуляциям, в том числе и телевизионным, и еще каким-то. И чтобы могли сами себя регулировать. Я занимаюсь саморегуляцией. Да, да. И еще у него есть свой, я не знаю, как это правильно назвать, проект или еще, который называется «Ключ». Нет, он у меня был. Я пять лет вел по центральному телевидению «Помоги себе сам». Помоги себе сам. С меня началась эта программа. Ага. А сейчас? Сейчас у меня школа «Человек будущего» Homo Futurus в интернете. Расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее. Там 204 тысячи подписчиков только на YouTube-канале. Угу. Метод.сайл его называется канал. Еще в Телеграме. И в Телеграме есть «Как помочь себе» у меня. Потом из многих городов мира. Люди самых различных возрастов, самых различных национальностей, самых различных вероисповеданий. Мы там соединяемся и создаем науку человечности. Я за эти годы определил основные понятия, что характерно для человека. Это любовь, сопереживательность, это чувство бесценности живого, это чувство потребность в сотрудничестве. Потом, значит, счастье – это быть собой. А совместное счастье – это когда коллектив, который обуреваемый одной задачей, одной мечтой, общается между собой синергетически, а не самоутверждается каждый. Когда каждый является собой, но вместе. И все вместе создают такое, чего каждый по отдельности сделать не может. То есть, ну, очень интересные вещи. У меня очень много там людей. Я хочу сразу показать учебник физкультуры для 10-11 классов. И там мой метод – саморегуляция ключ. Для 10-11 классов я теперь знаю. Это учебник профессора Анатолия Петровича Матвеева. Мой друг. И я теперь знаю, что будущее у нас есть. Потому что подростки скоро освоят этот метод и будут более стрессоустойчивы. Будут лучше сдавать экзамены. Меньше набивать шишек себе в жизненном пути. И будут больше себе доверять. Потому что на самом деле человек меньше себе верит. А верит во что-то внешнее. Человек относится к себе эмоционально. Вот в йоге, например, как учат. Не отождествляй себя со своей болью. Выйди из нее. Посмотри со стороны. То же самое в математике теорема Гёделя. Что в любой задаче есть какая-то фраза, которая силами и средствами данной системы не решается. Надо выйти со стороны посмотреть. То же самое у художника. Вот я не учился нигде рисовать специально, но художник. Член Союза художников. Прошу оператора. Покажите, пожалуйста, картину. Да, я могу научать любого человека. Потому что у меня школа «Человек будущего. Хомофутурус», где мы учимся делать вещи не так, как кто-то делает. А как делаешь ты. То есть выйти из системы. Конечно. Чтобы человек сам. Потому что наша школа, это очень важно, то, что я сейчас скажу. Я пользуюсь каждым моментом, чтобы рассказать людям. Вот сейчас я скажу. Обычная школа, которая была всегда, всю жизнь и везде, во всех странах мира, основана на повторении мать-учения. Повторяй, пока не выучишь. Вот букву А, например, учишься писать, пока навык не появится, что ты на автомате пишешь. То есть время и энергия действия сокращаются до навыка. Потом ты на автомате пишешь, а сам думаешь о другом. Но это же повторение мать-учения. А я добавил новый принцип. Подбор путём перебора. А это уже для того, чтобы каждый человек мог научиться снимать лишнее напряжение, в котором и зависает, переключаться и быстрее учиться, быстрее тренироваться, быстрее восстанавливаться, всё делать быстрее и эффективнее. Два этих принципа. Повторение мать-учения и принцип подбора путём перебора должны быть вместе. Поэтому моя школа называется «Школа Человек Будущего». И все люди, которые туда заходят, половина из них уже и рисует, половина из них уже открыли все способности, о которых они даже не подозревали. Половина из них выздоровели после стрессовых состояний, восстановились. Ну, мы лечением там не занимаемся, я просто учу тому, чему никогда в мире не учили. Я сейчас скажу. Нас всех учат снимать стресс. Я впервые научился учить людей, как использовать энергию напряжения стресса в собственных целях. Поэтому я делаю шедевры. Вот, посмотри внимательно, это необычные картины. Они на многих выставках были и так далее. Они в книгах у меня печатают. Я тебе покажу. Вон, книги мои. Я написал 25 книг, и часть из них написаны, так и картины сделаны совместно с моими участниками школы. Не только я. Они мне помогают рисовать. Я картину показываю. Они мне комменты пишут, где убавить, что прибавить. Такая модель, как совместно можно творить шедевр. Потом мы можем таким же способом какую-то другую задачу решать. Мы к этому придём. Вот, посмотри. Сейчас. Покажу картину. Ну, это книга не о картинах. Картины здесь как свидетельство просто, что человек должен быть разносторонний. Что вот я не умел никогда рисовать. И рисую шедевровые вещи. У меня много выступ. Последняя у меня была в 19-м году в ГИМО. А я теперь за эти дни её доделал. Вот теперь посмотри. Вот эта картина в книге, которая. И вот она теперь там стоит. Это участники нашей школы. Мне подсказывали, что улучшить. Что добавить, что приобрести. Это модель вообще нормального общества. Когда люди друг другу помогают. И вместе создают шедевры. Вообще люди могут многое чего сделать. Хасай, у меня есть вопросы. Первое, на что я обратил внимание, это вводишь человека в состояние стресса. И благодаря введению человека в это состояние человек может найти в себе определенные возможности. Я не ввожу в стресс. Дело в том, что стресс это и есть неуправляемый самогипноз. Поподробнее подробно. То есть фиксация внимания на чём-то. Ну, больная тема какая-то. Ну, ребёнок из школы не пришёл, и ты уже весь в таком состоянии. На взводе, да. И ты ни о чём другом думать не можешь. Твоё внимание зафиксировалось. Сфокусировано только на этой проблеме. Да. Это как зависание в компьютере. Вот экран компьютера, ты кнопки нажимаешь, а он стоит. Значит, что надо сделать? Надо перезагрузить компьютер. Правильно? Надо выключить, включить, и он начнёт снова работать. Значит, для того, чтобы человек не впадал в стресс, надо научить его перезагрузке. Чтобы он мог моментально перезагружаться, а не зависать. Вот по этому поводу в моей методике есть очень схожие вещи, почему я сейчас хочу просто поделиться, возможно, даже радостью. Вот есть такие моменты в моих тренировках, потому что это связано с боевыми искусствами. Когда я беру острый нож, такой острый, которым бреют волосы на руке, и человека ставлю к стене, и этот нож ему приставляю к животу. Это стрессовый человек, ситуация, человек становится в ступоре, то есть он завис. И если человек завис в этом ступоре, его можно, по идее, медленно резать, он ничего не сделает, потому что он не тот. И для того, чтобы выйти с этого стресса, нужно на эту ситуацию посмотреть извне. То есть, посмотреть извне. Что это такое? Надо сделать движение, мысленное движение, либо хотя бы какой-то пальчиком, чтобы как в геометрической прогрессе твое тело включилось. Включилось в то выживание. Да, да, да. Выживание. Это как раз и этот стресс. Да, это и есть. Как раз состояние стресса. Или, например, человек лежит, на него лег один, второй, третий, четвертый, несколько человек его придавили. Если он зажмется в этом ситуации, попадет в состояние паники, или может быть даже ступора определенного, то он пропадет. Если есть выживание, либо оцепенение, либо беги, либо бей. Вот именно. Три варианта. Три слона. И здесь ситуация такая. Оцепенение надо тренировать. Гуджиев тренировал. У него люди, в его школе, у него был институт гармонического развития человека, извиня, я перевел. Да, да, да. И он говорил оцепенение, чтобы человек сам себе говорил оцепенение. Дети тоже тренируются, точка у них есть в игре детская, точка, и так сразу человек оцепенение. А тренировка? Дети все знают, дети все умеют. Потому что в них больше развито бессознательное. Да, неосознанно они это делают. Например, когда человек просыпается, тянется, если он неосознанно, неосознанно, он представит себе, что день опять будет скучный, тошный, неприятный, у него так и будет. Это программа он сам себе задал. Потому что на пике напряжения, о чем ты подумал, то и фиксируется. А если человек это уже знает, а этому мы и учим, то когда у него пик напряжения возникает, если он подумает... На потягушечках-то, да? Да, на приеме называется потягушки. Попал я в точку. На потягушке. Молодец. Когда потягушки делаешь, если ты заставишь себя помечтать, что тебе день будет хороший, так и пройдет. Запоминайте, ребята, это уже большой лайфхак, лайфхак. Даже это будет правильно сказано. Потому что я факт привык говорить. Я шучу. Да, запоминайте. Это очень, короче, ценная информация. Это по-русски все сказали. Да, это потягушки. То же самое, пророк, то же самое. Плавательные движения. Когда мы выходим в ритм. Слушай, я тебе интересно, я скажу. Так. Миллион упражнений в мире есть. Миллион упражнений. Если человек вспомнит то упражнение, которое ему сейчас в голову придет, то упражнение, которое хочется продолжать, вот это критерий, которого в мире не было. Он заменяет гуру, преподавателя, кого хочется заменять. вспомни, вспомни, какое упражнение тебе бы хотелось продолжить. Например, забивать волейбольную сетку. Или там фехтование. Или плавательное движение. Или трястись. Или что там еще? Бокс. Бой с тенью. Да. Бой с тенью. Или, например, даже просто на пианино играть. Вот ты умеешь играть, ты мне сказал. Представь себе, что ты играешь на пианино. Если тебе хочется это продолжать, это твое. Вот критерий. Подбора путем перебора. Если ты будешь просто представлять разные упражнения, принцип подбора путем перебора. И выбрал то, которое тебе свойственно сейчас. Хочется продолжать. Сейчас, да. Хочется продолжать, да. Это, оказывается, ты снимаешь стресс. Да. Выходишь из транса стресса. Стресса. Угу. И обучаешься творческому подходу жизни. То есть все другие задачи, которые есть жизненные, решаешь быстрее, лучше и эффективнее. Вот по этому поводу я как раз еще хотел добавить тождественность и схожесть той методики, которую я делал через боевое искусство, через навыки боевого искусства. Значит, есть такая история, которая называется у нас боевая гимнастика. Когда люди развивают степени свободы движений в своих суставах максимально разнообразно, насколько это может быть. Максимальная степень свободы. И это и мелкая моторика, и крупная моторика. То есть они делают все движения, которые только могут быть для человека. Вот. И получается, что когда человек своим мозгом это все, не то что контролирует, он ведет это все, получается, вот это как раз вот эти нейронные связи начинают зарождаться в нем, и у него появляется способность к творчеству. Способность к творчеству не только в чем-то одном направлении, а в разном, как взрыв сознания. Как взрыв сознания. Как база, как нулевой урок, который во всех сферах жизни. Да, да. И ему, самое что интересно, ему становится интересно даже те сферы, в которые ему были, для него были совершенно безразличны. И самое главное, это происходит... То есть он освобождает свой мозг от шаблонного мышления. И главное, это происходит на состоянии, на положительных эмоциях. Вот что важно. То есть не через не могу, не через не хочу, не через противно, а через желание. Да, да. Вот это молодец. Через желание. Я вообще считаю, что все нормальные люди думают одинаково. Мы на одной волне сейчас. То есть ты понимаешь, о чем я говорю, я сразу понимаю. Мне настолько это приятно, когда я, в общем, на одной волне, на одних вибрациях, почему бы и нет. Конечно. Да все люди, они... Тут проблема только в чем, что в школе нас не учили. В школе нас учили делай, как делает кто-то, а не делай, как делаешь ты. То есть сделать человека индивидуально, чтобы он себя развивал в собственной индивидуальности. Ну, как бы, делаешь лучшую версию себя из того, что есть. повторили мать учения. Да, вот это было. А вот принцип подбора путем перебора как раз таки тренирует поисковую активность мозга. А это творческая активность. Я правильно понимаю, что перебор нужен исходить из того репертуара твоих движений или, можно сказать, из твоих возможностей. Ты просто выбираешь лучшее. Да. Я пример приведу. Творчество это поиск наиболее простого решения через призму общечеловеческих ценностей. То есть, когда ты ищешь, как проще решить вопрос, зачем тебе вот эти всякие ляпы навешивать, там, ты ищи, чтобы смысл сути выразить просто. Без суеты. Без суеты. А чтобы это сделать, ты должен находить себе такое состояние, вот, например, есть какая-то задача. Как заплатить за ЖКХ? Вот простая задача. Как заплатить за ЖКХ? С помощью самонаблюдения я заметил, что если я думаю о какой-то задаче, которая мне сейчас кажется нерешаемая, я не знаю, как заплатить за ЖКХ, ну, к примеру, или как нарисовать картину там, или не важно что, если я о ней думаю непрерывно, при этом перебираю разные температуры воды, например, под душем, горячая, потом холодная. Воображение? Могу воображение, но могу и реальность. А, реально, так. ну, например, пошел умываться, вот я руки мою, горячая вода, потом холодная, потом это, потом я начал бриться и думаю о задаче. Непрерывно. Она меня волнует, она актуальная. Я о ней думаю путем смены подбора, путем перебора, смены температурных факторов, двигательных факторов, настроенческих факторов, обстреливаю эту задачу с разных точек зрения. Удивительно. Потом я пошел чай пить и идея пришла. Я позвонил тебе, вижу, и говорю, слушай, мне завтра надо же КХ заплатить, а ты мне говоришь, например, да закон же новый вышел, может не завтра платить, а там через звонить, ну, к примеру. Ну, то есть мозг у меня расширился от шаблонов, освободился, теперь стал творческим. Почему я до 10 минут назад не мог догадаться тебе позвонить? А самое, что интересно, мы начинаем думать, что как будто эта мысль пришла извне в голову. Вам так кажется? Да, да, мы начинаем думать. Она была заблокирована. Она была заблокирована. Она была в нас. Шаблонным мышлением. На школе так учили, повторение мать учения. И говорили так, не понял, выучи. Мы занимались зубрежкой. А мы в нашей школе человек, бывший хомофутур, а теперь вместе, надеюсь, мы будем учить тому, как понимать. Как понимать. И вот поэтому второй принцип нужен повторение мать учения, принцип подбора путем перебора. Вот, например, я сейчас рассказываю, как задачу решить путем перебора разных факторов. Тут еще, знаете, у меня напрашивается слово такое, старое слово, вникнуть. Ну да, вникнуть, да, вникнуть. Потому что, в принципе, дураков на свете нету. Мы все умные. У нас просто нет времени вникать во что-то. Потому что, для нас что-то это, что актуально тебе, мне в этот момент неактуально. Допустим, тебе актуально вот как-то преподнести свое боевое искусство, допустим, а мне сейчас актуально, вот у меня нога болит. Я поэтому никак не резонирую. Вот у меня болит нога, и все. Для меня актуально это. Вот у людей разная актуальность, если бы они могли выходить на безмятежность, освобождаться от текущего момента, зацикленности на чем-то, они могли бы слышать друг друга. Они же друг друга не слышат, потому что каждый в своей доминанте. им кажется, что они слышат, но культура их научила головой кивать. И поэтому я ему говорю, допустим, он головой кивает, и мне кажется, он понимает. А на самом деле потом встретиться, я говорю, Петя, ну ты так сделал, он говорит, что? Я говорю, когда я человеку объясняю, вроде бы для меня совершенно объективные и понятные вещи, а потом оказывается, что он вообще ничего не понял. Не слышал, потому что у него мозг занят был другим, он там перебирает другой вопрос. Мы не вникаем, потому что мы заняты своим делом, у нас нет времени вникать. А если бы он вникнул, он бы понял. Но чтобы он мог вникать, мог переключаться, мы обучаем нейтральному состоянию на любом. Расскажите пожалуйста своим нашим зрителям и своим зрителям еще раз, потому что наверняка твои зрители это знают, мои точно нет. Что такое нейтральное состояние? Нам встретятся несколько раз. Я сейчас объясню, что такое нейтральное состояние. Я скажу, что есть модель работы мозга у меня. Это четыре агрегатных состояния, как смена времен года, вот зима, лето, весна, осень. Точно так же есть состояние бодрствования, вот например, в котором мы сейчас находимся. когда мы одновременно можем думать о том, о том, о том, о том, и ничего внутри не трогает. Есть состояние транса, второе состояние. Состояние транса это когда внимание фиксированное. Например, вот смотри, я вот думаю о том, о том, о том, и ничего меня не трогает, и поэтому я могу размышлять. Но если я вдруг вспомнил, что за мной гнала собака злая, я начал на ней коротиться, фиксировать, вспоминать, у меня адреналин пошел. Все вот эти другие доминанты, которых много в бодрствовании, отвалились, одна осталась. Собака за мной бежит. Сердце забилось, дыхание участилось, значит, эта мысль, она меня зафиксировала, это транс. Одна мысль. Каждый следующий момент одна доминанта. Немножество, которые конкурируют, поэтому ничего не происходит. и могу думать. Одна транс, это фиксация, это когда каждый следующий момент одна доминанта. И она уже трогает. У меня пошла реакция биохимическая, я даже могу встать со стула и побежать. Да. Потому что транс попала в самогипноз. Есть еще два состояния, это состояние сна и состояние сна со сновидениями. Но мы сейчас о ней говорить не будем. Так вот, переключение этих состояний, четырех базовых агрегатных состояний мозга, происходит через нулевое нейтральное состояние. Как коробки передач автомобиля. нейтралка. Нейтралка. Да. Так вот, если эти переключения быстро происходят, и мы не обращаем внимания на нейтралку. Но если это время нейтралки раздвинуть, это и будет то, что Будда назвал нирваной. Как люди могут задать такой вопрос, как застрять, что ли, остановиться, заставить себя быть в этой нейтралке, в этом нулевом состоянии? Надо подобрать действие синхронное текущему состоянию в моменте. Вот, например, ты тяжело дышишь, ты нервничаешь, переживаешь, дыши еще сильнее, но осознанно. Вот, например, я после терактов в Беслане, в Каспийске, в Волгодонске везде вводил, потом психологов учил. Они не слышат психологов. А я что додумался делать? Я вижу, человек дрожит. Вот как его на нейтралку вывести, чтобы он в нирвану попал сейчас? Я ему говорю, дрожи сильнее. Он начинает трястись. Потом он сел и говорит, слушай, а что так легко стало? а я так сделал на Олимпийских играх, я ездил в Китай, парусный спорт поддерживал, национальную сборную нашу. Там парень ко мне приходит и говорит, слушай, у меня через два часа гонки, может мне пойти массаж сделать? подобное подобному, правильно? Да, я говорю, а что ты? Он говорит, да меня трясет. Я говорю, встань, он встал, я говорю, трясись, как можно сильно. Он говорит, что, я дурак, что ли? Я говорю, да трясись, я тебе говорю. Он одну минуту потрястся, потом сел и говорит, слушай, а что все так не делают? Я говорю, пошли не знают. То есть вот оно что, чтобы выйти на ноль, на безмятежность, а потом стало быть и на уверенность, надо подобрать действие синхронное твоему состоянию в моменте. Синхронное, в смысле параллельное. Это же самое, только усиленное, Ну, тебя стягивают. Да. Сожми сильнее. Ну, да, да. Потом отпусти. Вот мой сын придумал, он тоже психолог, бывший пограничник, но он психолог. И он тоже художник, как и я. И он тоже нигде этому не учился. Мы сами стали художниками. И вот он что придумал? Например, человек невольно, когда нервничает, он втягивает голову в плечи. Да, шейно-воротниковая зона начинает перенапрегаться. Так он придумал прием, втягивая несколько раз сильнее. И после этого человек расслабляется. Да. Выходит на ноль. Да. Вот, пожалуйста, усиливай то, что инстинкт тебе подсказывает, но услышь это. А в школе нас этому не учили. В школе нам говорили. Мандраж у тебя или ты боишься на экзамене, волнуешься? Держи себя в руках. Силу воли. А как научиться силой воли? Если девочка вышла на экзамене, ей больно, что ей двойку поставят. как ей, во-первых, в этот момент не волноваться. А почему она дрожит? Потому что, оказывается, по инстинкту дрожательный рефлекс это попеременное напряжение, расслабление на высокой частоте, которое снижает напряжение. Она правильно волнуется, она правильно трясется. Надо было просто дома за 2-3 дня до экзамена каждый вечер 5-6 минут потрястись, думая об экзамене. Это другой подход. Самое, что интересное, простое всегда гениальное. И оно на поверхности лежит. И многие люди скажут, что ж я раньше-то об этом не знал. Он инстинктивно это знал, но не осознавал. Подсознательно он знал. Да. То есть главный вопрос... Приходит мамаша, приводит сына и говорит, вот у него через 2-3 дня экзамен, а он сидеть спокойно не может. Вот так сидит на стуле и качается все время. Я ему говорю, сиди спокойно, сосредоточься, у тебя экзамен. А он сидит вот так все время качается. Я говорю, посмотрите, что сейчас будет. Я ему говорю, можешь сесть спокойно? Он говорит, я и так сижу спокойно и качается. Я говорю, скачайся сильней. Она мне говорит, что вы делаете? Я привела к вам Как специалисту, чтобы вы его научили не качаться на стуле, а наоборот сосотачиваться. Подождите 5 минут. И он сидит качает. Я говорю, качайся сильнее. Через 2-3 минуты он качался, качался. Потом говорит, долго еще качаться? Я говорю, а что? Да мне надоело уже. Он прекрасно сдал экзамен. Я ему сказал завтра и послезавтра до экзамена. 5 минут в день сиди специально качайся сильнее. Подобные вещи я прочитал совсем недавно, потому что у нас в жизни Бог дает нам все одно к одному. И я прочитал Милтон Эриксон как раз этими способами. Милтон Эриксон, я его очень люблю. Ну, а Милтона Эриксона я доработал то, чего он не сделал. Я доработал. Например, у него есть для усиления гипнотического состояния внушение в гипнозе, что рука всплывает. Да, как бы левитация руки, да? Да. Ко мне приехал человек, Алеша Ситников, который первый человек в СССР привез НЛП в СССР. Ага. Он приехал ко мне в Махачкалу, я ввел там школу, человек будущего, хомофутурмства, потому что про меня писали все газеты и так далее. Он приехал ко мне, и когда он рассказывал, как у Милтона Эриксона рука всплывает, я ему сказал, если она не всплывает, представь, что она расходится. Если не идёт, то принцип подбора, потом перебора. Представь, что она сходится. Если не идёт, представь, что палец пошёл. Он так удивился, оказывается, у него не было. В НЛП у Эриксона тоже, на котором НЛП сознали, на основе изучения Эрикса не было. Я тогда придумал. Я это придумал в Центре подготовки космонавтов в 1981 году. Потому что мне сказал Андрей Андреевич Николаев, который был заместителем по науке там. Он говорит, у нас гипнозом тут нельзя заниматься в космосе, ты придумай что-нибудь такое, чтобы человек сам себя мог регулировать. Я тогда пригласил несколько человек, которые летали в невесомости. Я им сказал, представьте, как вы находитесь в невесомости. То есть вспомните? Да. Они прямо на стульях сидели там в кабинете, и вдруг у одного рука пошла, у другого нога пошла вот так вот. И вдруг один говорит, слушай, у меня голова перестала болеть. А другой говорит, да, у меня тоже усталость как-то снялась. И кто-то сказал, так это же ключ. Они придумали это название ключ. Это не я придумал. Я придумал метод, они придумали название. Потом я пригласил вторую группу, которая не летала в невесомость. Так. И я им предложил вот эти упражнения, которые у них появились в невесомости. Повторить. Повторить. И у них то же самое произошло. Появилось состояние внутренней невесомости. Кто-то говорит, слушай, такое хорошее состояние. И это было в трансе? Это транс. Это они сами себе сделали транс. Да, сами. Потому что теперь я в школе своей всех учу. Их для этого не надо вводить в гимн гипотический транс. Нет, я просто им говорю, слушайте, берите, представляете, что руки пошли. Он говорит, а у меня не идет. Если не идет сюда, пойдет сюда. Да, конечно. Или ты до этого сними зажимы. Он говорит, как? Тогда простым механическим движением. Да. Делай хлебость. Да. Или лыжника, или шалтай-болтай, как дети делают. Или плавательным механическим движением. А потом еще раз попробуй. Да. Снял зажим. Можно даже вот так просто взял, вот так вот руками. Ну, то есть, то, что делал Вильгельм Райх. Правильно? Потому что мы... Конечно, они все делали одно и то же, только по частям. Да. В разные аспекты. Вот, например, аутотреник Шульца. Угу. Там то же самое. Там же сидит в позе кучера. Что такое позе кучера? Человек-кучер сидит на дрожжах, на повозке, в полусонном состоянии качается. Вот так он едет, едет, и он взял бы позу кучера. Потому что... Она самая удобная. Конечно, потому что, когда ты покачиваешься, снимают напряжение. Ну, конечно. Ты медленно с лом и бонстанем, это есть не другое состояние. Релаксация теперь называется. Это похоже на позу эмбриона, правильно? Конечно. Почему люди зажимают все время? Да, когда они умирают, даже вот так. Потому что они моделируют непроизвольно позу эмбриона. Они хотят уйти в защищенное положение. Поэтому их стягивают. Да. Я был в Канаде, там, и там, значит, человек на кровати в госпитале был. Я врачам показывал, как это делается. Он после автоаварии. Его все время стягивают. А они ему все время пытаются... Расслабить. Расслабить. Я им говорю, слушайте, я сейчас покажу, как это делается. Я ему говорю, соберись больше. Несколько раз соберись. Как тебя стягивают, так и соберись. А потом он расслабился. И заснул. А я тебе еще пример приведу. В Каспийский, когда был до взрыва пограничников, в Каспийский. Там парень забинтованный, весь в бинтах, 9 суток не спит. Весь отечный такой. У него 6 или 7 осколков вытащили, которые влетели там после взрыва. Один остался. Они боятся хирурги трогать, потому что очень такое место тонкое. И идет совещание. И вот, короче говоря, он не спит, потому что он как только глаза закрывает, и у него взрыв перед глазами. А ему снотворное дело, потому что он все равно не спит. Весь такой отечный и так далее. Весь в бинтах, в лангетах и так далее. У него только палец один, свободный. Я говорю, смотри на палец и воображай себе, что он двигается. Вот идеомоторный прием. Да. Найди образ и представь, чтобы он пошел. И он лежит и вот так тренируется. 2-3 минуты так делал. Потом мы вышли с врачами, а потом опять зашли, и он спит уже. Представляешь? Это потрясающие вещи. Я считаю, и Райх, и Альшуллер, и все. И Лунда. Да. Они все вокруг этого. Вокруг этого. Просто, например, аутотреник, который создал Шульс. Он после гипноза спрашивал людей, что они чувствовали. Они говорили теплоту, расслабленность и сомневость. Он на это обратил внимание. А я обратил внимание, я все же с гипнозом раньше занимался, на другие аспекты. Какие? Что в гипнозе человек может на забер такой залезть, на который так залезть не может. А, я понимаю. То есть он делает, за грань выходит невозможного. За грань, но под манипуляцией. Ну, понятно. И поэтому я придумал, как ему перемахнуть высокий забор без злой собаки и без гипнотизера. Потому что Шульс обратил внимание на расслабленность, а я на расширенные возможности. Потому что я занимался эстрадным гипнозом тоже. Там скажешь человеку, лезь на дерево. И он раз, раз, раз лезет на дерево. Без всяких проблем. А так бы ему сказал, лезь на дерево. Он боится, понимаешь? Хасай, я сейчас вопрос хочу задать. Я раньше занимался спортом, легкой атлетикой. И таким многоборьем. То есть я и прыгал в высоту, я и метал копье, и бег с барьерами, и прыгал в длину, и так далее. То есть я многоборец был. И у меня довольно-таки неплохо получались прыжки в высоту. Ты перекладным или чем-то? Не-не-не, все с берифлопа, то спиной прогибом. Ему и ему был фест берифлоп, вот этого товарища, который придумал вот эту технику. То есть спиной опрокидывался через перекладину? Да, и смысл в чем, и вот когда начальная высота, на которой ты как бы разогреваешься, потом выше-выше себе заказываешь высоту, и ты ее перепрыгиваешь. Потом уже высота такая, которая выше моей головы, выше моего роста, и для того, чтобы, если ты сам себя страхом подзадавил, то у тебя ноги ватные становятся и так далее, все, ты сам себе все испортил. И что ты делаешь, что я делал, и, конечно, мои коллеги, которые там тоже прыгали высотом, примерно то же самое. То есть они смотрят на планку и мысленно ее занижают, они делают ее ниже, ниже даже своего роста. То есть меняют отношения. Правильно. И самое главное, потом они делают аутогенную тренировку, то же самое внушение. Как они в голове прокручивают, как они сейчас будут делать, то есть они представляют, как они будут первый шаг набегать, прыжковые первые шаги, потом та-та-та, развивая, разбивая ритм, та-та-та-та-тан. Они представляют, как они делают толчок, мах, перелет и все. Они это представляют, как они только это в себе загрузили в себя. Вот момент, если они занизили ее, то потом, как они потенциал берут, чтобы перемахнуть реальную планку? То есть они, когда я занижал себе планку, я как бы сам себе говорил, да ничего страшного, не такая уж она и высокая. Ага, ты в этом смысле занижал? То есть она не занижалась как планка? Она не занижалась физически, я и сам себе говорил, ничего страшного, она не такая высокая, просто ее надо преодолевать. То есть ты имел в виду, занизить планку, отношение к ней. Отношение, да, отношение к этой... А так ты адекватно относился? Конечно, конечно, все адекватно, да. То есть ты ставился перед собой более высокую цель, по сравнению с которой эта планка была ниже. Да, и это я называю самогипнозом, это я называю как раз вот это аутогенное воздействие на себя. Ну, это саморегуляция. Да, саморегуляция, когда ты действительно делаешь микромедитацию, ну, по времени микромедитацию перед самим прыжком. А если бы ты перед этим еще размялся, или снял зажимы вот так вот, вот так вот, и еще есть 10 пальцев вот так вот размять, шиацю, а в данных целях этого не применяли для решения задачи ранее нерешаемых, да, и уши размял. Это шоковые органы, они переключатели-доминанты помогают. После этого тебе легче было бы вот эту всю процедуру сделать. Я беру себе на заметку, я рад того, что мы это все снимаем, потому что у меня есть большой плюс. Пересматривайте и пересматривайте это видео, к чему я вам тоже советую. Это хороший совет, потому что многие люди, они... Шиацю, это японская техника на воздействие массажа, да? Да, оказывается шиацю можно использовать для переключения доминанты. Если вы решаете какую-то задачу, волнующий вопрос, решить не можете, вы просто обожмите 10 пальчиков, да, разомните ушки, положите кулак под локоть, чтобы пальцы были свободны, найдите болевые точки, разомните их. А это руку, помогающей руке, чтобы она... Да, чтобы кисть была свободна. Да, да, да. Воротниковая зона, зона Захалина где-то, там выход рефлексов всех внутренних органов, поэтому, когда мы здесь разминаем, у нас лучше работает мозг, кровообращение, клетки мозга получают больше кислорода, ухо шоковый орган, когда разминаешь, тоже снимается спазм сосудов, кровоток мозга улучшается, и вот шиацю, на все это уйдет одна минута. Да. И вы потом ту задачу, которую не могли решать, решаете. Я даже вспомнил такие моменты, это уже в китайской тоже психологии, очень здорово развито, когда... Да и потом уже и у нас в России тоже так... Продавцы, которые продают на рынке, руки потирают так. Так и рабочий перед станком руки потирал. Да, да, да. Да, конечно. Так. Настройка. Конечно. Повторяемое движение снимает напряжение. Да. При сосредоточенном уме. Да. Это как раз идет и психологическая установка, конечно. Мы многое делаем неосознанно. Да, неосознанно. Молодец. Вот мы с тобой на одной ровне. Наша школа занята тем, чтобы подсказывать людям, что они делают неосознанно. Чтобы делая это осознанно, они получали преимущество. Решали не только те задачи, которые сегодня не могут решить, но и те, которые не могут решить и завтра. То есть вообще повышают. Это новое качество мышления. Да. Я сейчас еще хочу сказать по этому поводу. Чтобы еще больше мы поняли, что мы друг друга понимаем, мы находимся не только на одной волне, вообще на вибрациях, можно сказать, на одной. Значит, способ обучения. Ну, по моей методике. Вот, значит, повторением отечения, которое сейчас ты сказал. Есть такая штука, значит, когда человек много-много раз, тысячи раз повторяет один элемент, чтобы потом научиться. Ну, в двигательных навыках, например. Я за другое. Я за то, чтобы человек осознанно вник в действие, сделал его один раз, не тысячу раз, а один. И научился сразу. То есть экономится время. Колоссальное экономится время. Он должен каждый миллиметр этого действия осознанным образом подумать. Да, это кропотливость. Но если перед этим с ними зажим, это будет качество. Да, да. Вот я поэтому очень даже это понимаю, что когда человек обучается намного быстрее и включает в себе творчество. И самое главное, находится в состоянии ясности. То есть в состоянии понятности. Когда ему всё понимать, что он делает. Не учится, как повторялка. Да. Потому что школа повторения, мать учения, она, по идее, исполнителей создаёт. Поэтому, когда сегодня появилась неопределённость, вот цифровизация появилась, люди растерялись. И теперь кто-то, кто хочет более уверенно говорит, им мимо манипулируют. Всё верно. Всё верно. То есть те люди, которые, грубо говоря, работают в найме в основном, это как раз из того порядка повторения, мать учения. Да, исполнители. Да, исполнители. Те люди, которые предприниматели, которые постоянно побеждают нового монстра, которые им нужно придумать творческий процесс, как с ним уже справиться. У них рост идёт. У них творческое мышление. Поэтому два этих принципа, повторением мать учения, и принцип подбора путём перебора. Они не противоречат друг другу. Соединить надо. Они, наоборот, дополняют друг друга. Правильно я понимаю? Конечно, они взаимные. Они в жизни и так есть. Да. Хороший педагог так и делает. Просто мы сейчас это, то, что хороший педагог делает, осознали и даём всем. Это и даёт в жизни смелость определённую. Потому что творческий человек, он не боится о себе рассказать. Он не боится выйти на сцену. Такие люди, которые боятся, они зависят от чужих мнений. Я тебе пример приведу. Парень мне говорит, у меня через два дня выступление вокальное. Он певец. Да. А меня, говорит, так, вжимает сразу после этого. Я говорю, ну-ка встань. Он встал. Я говорю, ну представь, что ты уже в зале, и там сидит тысяча человек. И все смотрят. Да, и все смотрят. Я смотрю, он раз кулак вжимает. Я говорю, ты что делаешь? Он говорит, а что делаю? Я говорю, посмотри на свой кулак. А, ну я-то непроизвольно жал. Я говорю, вот, ты как только представляешь то, что тебя напрягает, ты сразу кулак сжимаешь. Поэтому три дня до выступления каждый вечер представляй себе, что ты перед залом, и сжимай осознанно кулак. Он сначала не понял, я ему объяснил теорию, потом он стал сжимать кулак, представляя свое выступление, и спокойно, свободно пьет. Да. Вот это называется, инстинкт тебе помогал, а ты не обращал внимания, и ты боролся с этим. Потому что тебе в школе учили наоборот. Держи себя в руках. А как держать себя в руках, тебе не объяснили. Да. Для того, чтобы расслабиться. Я расслабиться для чего? То есть зачем? Для того, чтобы ты был свободен. Свободен своим самоприиментом. Это не расслабился, а снял зажатость. Снял зажатость, да. Потому что расслабиться, это когда ты лежишь. То есть расхлябанный. Да, это расслабанность. Ты лежишь, ты ничего не делал, ты расслабился. А это называется раскрепостился. То есть, если обратиться к русскому языку, слово закрепощение, в ней корень слова крепость. То есть ты находишься в тюрьме. Да, да. Ты должен выйти из закрепощения, эмоциональных закрепощений, соответственно, из физических, как по райху. Мышечный панцирь. Мышечный панцирь. Да, да. Роспуск его. Потом это Розенкрайц. Да, да, да. Фрейденкрайц. Фрейденкрайц. Маше Фрейденкрайц. Я все раз забываю. Кстати, да, чем он мне понравился, чем он мне зашел, потому что это, наверное, один из первых психологов, который был мастером боевых искусств, потому что он занимался джиу-джитсу, и занимался он дзюдо. И, естественно, он умел бороться как в партере, так и в стойке, и он поэтому понимал культуру движений, культуру экономичности движений, и, естественно, конечно, один из самых главных принципов это сохранение равновесия эмоционального и физического, чтобы ты все время был сбалансирован в своих движениях. И вот как раз вот через вот это вот нахождение свободы в своих движениях позволяло человеку быть более раскрепощенным. Что ты делаешь? Ты сопровождаешь свою мысль действием. Конечно. Ты жестикулируешь. Да. Таким образом ты позволяешь себе не зависать, чтобы мысль дальше работала, потому что ты снимаешь лишнее напряжение. Когда ты сопровождаешь мыслительный процесс адекватным действием, создается гармония между мыслью и действием, и напряжение снижается, поэтому мысль свободнее. А если тебя заставить вот так стоять и говорить, как раньше, помнишь, в песнях стояли перед микрофоном. Так как в Советском Союзе, Политбюро, там все заставляли, так делали, попробуй там все. Так Леонтьев же знаешь, что сделал? Чего? Когда он начал мотаться по сцене с микрофоном, сразу расширился репертуар. Ну, да, да. Потому что он позволил себе двигаться в момент пения и подбирать те жесты, которые помогают петь. Да. И он развинул репертуар. Потому что человеческое тело и его как бы я концепцию это все человек. Это все человек, это целостное. Поэтому евреи умнее. Знаешь почему? Почему? Потому что они в школе мне так сказали, позволяют ребенку ногой качать. А в нашей школе сиди ровно. Сиди с ним. При директивном обучении неподвижная поза. Я даже больше скажу. Солдат стоит приказывать, я все сделаю. Да. Приказывать, я все сделаю. Вот она. Ну, вот поза хозяина. Да, да, да. А вот это поза подчиненная. Вот она оттуда все идет. Я еще знаете, что заметил по вам. Хасай, у тебя значит жесты все собирательные. То есть? Все вот сюда, вот сюда, вот сюда. То есть творческий процесс, то есть ты лепишь все. А, ну, может быть. я сейчас увидел твои руки все время вот так, вот так, вот так, вот так. То есть есть люди, которые вот так разбрасываются руками в разные стороны. А твои жесты, во-первых, плавные, во-вторых, они не дерганые, они... Это при том, что у меня шея оперируемая, все, у меня осудорожнее состояние. То есть это свойственно человеку, который мыслит творческие, потому что он уже собирает, вот у тебя все вот так вот. Собирать, собирать, обнять. Да, 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 ну, вот это вот. Это очень здорово. А ты знаешь, я тебе скажу насчет обнять? Расул Гамзатов, наш поэт дагестанский. Да. Ну, это великий поэт был. Безусловно. Теперь, значит, я ему показывал, что такое идеомоторные приемы. Я говорю, представьте себе, что руки расходятся. Он представил, у него сразу руки пошли, он нашел образ и сразу руки пошли. А потом, я говорю, представляйте себе все, что вы сами хотите. И он стал представлять и вот так стал делать, обнимать. А потом его жена сзади подошла, на него смотрит и говорит, Расул, ты что делаешь? Да, кого там обнимаешь? Да, он говорит, обнимаю. Кого ты там обнимаешь? Говорит. Тебя, говорит, хитрый какой. Тогда, говорит, хороший метод. А я его спросил, Дэн Расул, я говорю, а что вы там чувствовали? Он говорит, когда я так делаю, как будто начальника нет. О! Вот почему я его любил и уважаю, потому что он так точно сформулировал. Он убрал все шаблоны и страх, и шаблоны, и подражание авторитетам. Он убрал самое главное, что возникает всегда у человека. Страх перед чужим мнением? Да, Он говорит, как будто начальника нет. Омолдеть. Свобода. Вот он. Свобода. Молодец. К чему мы и стремимся. Поэтому он был поэт-миролог. Амар Хаям из Советского Союза. Да, да. Хасай, скажи, пожалуйста, а ты в шахматы играешь? Я не люблю играть ни в какие игры, ни в карты, ни в шахматы, ни в какие, потому что мне неинтересно. Мне все равно, выиграю я или не выиграю. Но однажды был случай. Борька Тодоровская, ну, мой одноклассник, пристал ко мне как-то дома я у меня был. Ну, мы были детьми, подростками, в восьмом-девятом классе. Давай сыграем в шахматы, давай сыграем в шахматы. Я говорю, достань ты от меня. А я хотел с ним о книге какой-то поговорить. Он меня так достал. Я говорю, ну, ладно, давай. И в этот момент я, ну, человек, который не люблю играть в шахматы и только знаю, как конь ходит, как ферзь там, как пешки, я его в 3-4 хода обыграл. Он говорит, ты как это сделал? Ты знаешь, у меня было какое-то состояние, мне было абсолютно наплевать, кто выиграет. И у меня было такое состояние, быстрее избавиться от этой игры. И у меня было такое состояние, когда вдруг я почувствовал, что и как надо делать. Как будто я перешел в какое-то другое измерение, как бы. Я чувствовал вот расклад этих фигур, динамику, как это должно происходить. У меня такой случай тоже был. Однажды мы с Сашкой Водородским, с моим другом, изобретением занимались. И несколько дней подряд, я думая об этом изобретении, приходил к нему, а мы еще и в нарды играли с ним. Я как не кину нарды, у меня 6,3. Как не кину. Он говорит, слушай, а что это у тебя такое получается? Я говорю, не знаю, вот я как не кину, вот эти было несколько дней так. Я был в каком-то состоянии, такой духовности необыкновенной. Я там был занят вот этим изобретением. Как не кину, видимо, как-то получалась согласованность подсознания-сознание с этим действием. Потом я ему говорю, шутки ради, смотри, я с носа кину, и 5, 6, 3. А потом через 4-5 дней пропало. А ты знаешь, обычно, когда эта штука пропадает? Когда ты начинаешь задумываться, как у меня это получается? Да, да, да. Ты начинаешь копать в механизме. Да, да. У меня то же самое это происходит, только не только в нардах там. А в нардах длинные играли, да? Ну, там, длинная партия, короткая. Длинная. Ну, длинная. Да. Я сейчас, я это вспоминаю. Потому что многие вещи, связанные с боевыми искусствами, когда у нас там внутренний стиль, внутренняя школа, это когда мы ищем скрытые возможности в себе, а не делаем себя выше, быстрее, сильнее. Потому что возраст есть возраст, и надо же быть в тренде, и как бы не давать спуску молодым. А чтобы это делать, нужны определенные мудрости, возможно, я так скажу. И у меня бывает, получается, даже в спаррингах. Такая вещь. Когда я, значит, какими-то движениями человека, возможно, завуалирую, не только движениями, еще и мыслями своими. И получается то, что он бьет тот удар, который мне нужен, чтобы я его парировал и сделал то, что мне необходимо. А он думает, что он это сам делает. Я потом ему об этом говорю, он начинает даже обижаться на меня. Ну как так? Я говорю, ну давай, потом раз, тыкай, ну вот видишь, это я опять сделал то, что я хотел. Например, ты мне нанес, правый прямой в голову, от которого я уходя, там, сразу пробил встречный. Вот такие вещи. То есть, да, но как ты только начинаешь думать, а как это у меня это получается, это пропадает. когда ты идешь по дороге и думаешь, как ты шаги делаешь, что ты начинаешь спотекаться. Вот, когда ты сейчас рассказал момент о том, что ты выкидывал все время 6-3 и у тебя был в определенном состоянии был, я сейчас попробую сказать, что это за состояние. Я не буду умничать, но я просто попробую. Дело в том, что наша проблема, нас, людей, в том, что мы ожидаем. И любое ожидание, это на мой взгляд, мы зависим от нашего ожидания. И ожидание хорошего, мы ждем, ну, когда же это хорошее наступит в конце, я уже весь изнервничался. Пусть это, там, оно нас разрушает, даже не бывает на физическом уровне. Ожидание плохого тоже, тоже нас разрушает и так далее. Любое ожидание. И что я заметил, такую вещь. Когда человек впадает в состояние неожидаемости, то есть он не ожидает, то Бог ему дает возможности. Ну, природа так работает. Ну, я просто, я просто, я просто слышал такую вещь от экзегетов, которые рассказывают, твердые места Библии объясняют. Там такая фраза интересная. Бог всегда поступает неожиданно. Не когда ты ждешь, вот сейчас вот это будет, а когда ты только вот отвлекся от этого, когда ты не зависишь от своего ожидания. Вот смотри. И он тебе дает. Мне приехал начальник, ну, хороший, ракетный хвост, там, который занимался тем, почему оператор, когда дает команду, нажимая на кнопку, начинает перепроверять, может ошибка, может сигнал не тот, и не нажимает на кнопку. Он приехал ко мне, ну, чтобы мы с ним обсуждали, сейчас его лаборатория даже его именем называется, тут под Москвой. Ну, вот вопрос в том, что он стоит, и я стою, и там дерево. Я снежок кидаю и прямо попадаю. Он кидает, и не попадает. Он мне говорит, как ты это делаешь? Я говорю, я не боюсь, попаду я или нет. Да, я тоже занимался стрельбой, кстати, довольно-таки, ну, неплохо, я был неоднократным чемпионом области по стрельбе, и все такое. Я заметил за собой, я заметил, силуэтная стрельба, не, 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 я по мишеням стрелял, в общем, у меня и практическая стрельба, и стендовая стрельба, ну, не важно, я, да, 5, 5,6, да? Короче, я попадал в десятку очень-очень часто, вот, и смысл заключался в том, что я попадал тогда, когда не очень хотел попасть, когда я слишком хочу попасть, когда я начинаю чересчур корректировать, не попадается, это китайская фраза, да, деяние, не деяние, да, это когда ты независим, ну, это мысль вы поняли, это опять как раз вот это состояние, возможно, даже без мыслия, потому, конечно, потому, что это без оценки, да, вот эти оценки в школе, это портит детей, одному двойку поставили, другому тройку поставили, он начинает, вот ты равняйся на него, там, вот он на пятерке, вот это как-то, подход такой вот этот вот. По поводу оценок у меня есть такое мнение, для меня самая главная оценка, это три, потому что тройка, это удовлетворительно, это норма, это норма, не надо перфессионизм заниматься, куда-то переть. Я тоже считаю, родители, которые больше хвалят детей за хорошее, чем ругают за плохое, они воспитывают гениальных, талантливых людей. В еврейских семьях там, по-моему. В еврейских семьях, да. У них много очень такого мудрого, да. Как мне говорят, парень, ты еврей, я говорю, нет, а что такое лицо умное? Я тебе скажу, когда они читают Тору и кивают головой, они же, чтобы сосредоточиться, делают повторяемые движения, которые снимают лишнее напряжение и позволяют лучше в них. Вникнуть. Теперь, значит, у меня одна дама, она очень боялась летать самолетом, а ей надо было 10 часов до Нью-Йорка. И она засмотрелась до Мадедова, как, значит, два иудея стоят, читают что-то и головой качают. И она засмотрелась в резонанс, наверное, в полу. В резонанс. И одновременно ждёт звонка, чтобы на самолёт сесть. Да. А она боится жутко. И она одновременно, думая о предстоящем действии, мысленно сопереживала качанию головой. И на основе качания головой прокатывала, вот как она будет лететь. Случайно получилось. И она, говорит, она пришла ко мне специально, она мне, говорит, ты не скажешь мне, я, говорит, летела после этого 10 часов, как в раю. Я говорю, потому что ты прокачала, как говорят современники, свою предстоящую деятельность через повторяемое движение, снимая с него напряжение. Да. Да. Они же стены плача так делают. Угу. То же самое. Там даже есть люди, которые делают так, даже летают прямо, у них невесомость. Я видел, видел такое, да? Вот, вот, пожалуйста. Поэтому у меня так все складывается. Вот у меня есть друг Роман Газенко, он психолингвист. Он документальные фильмы делает, его дед, значит, был основателем авиационно-космической медицины, белку-стрелку запускал и так далее. Я тебе скажу, мы с ним сейчас вебинары проводим, раскрываем корни слов, он раскрывает корни слов. А какая удивительная история в каждом слове. Это не он или как раз рассказал про человека, который словек? Не знаю, но ты у него спросишь. По-моему, он. Да. Я тебе покажу даже сейчас. Да, нет, я понимаю, в чем смысл. Я понимаю, в чем смысл. Потому что русский язык, он божественный, он пронизан, пронизан мирозданием. Да, 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 там уже все вот так вот. Все можно разложить, все очень просто. Да, он очень интересный, он такие интересные вещи. Так мы с ним пришли к чему? Свобода и невесомость. Это, в принципе, одно и то же. Вот это состояние левитации. Отсутствие границ, да, невесомость, да. Отсутствие границ, какие-то границы. Раскрепощение, это невесомость. Да, да, да. А у меня, знаешь, я, ну, я с многими там дружил, начальник Буранов, я помню, знаешь, начальник Буранов, Значит, он мне говорит, я, говорит, в космическом состоянии, невесомости, вдруг ощутил себя, что у меня пол, говорит, здесь, а ноги, говорит, ну, верх ногами я. да, я, говорит, говорит, думал, как быть, как быть, и потом усилил волю раз и переключил. И пол стал там и потолок здесь. Такой интересный опыт рассказывал, то есть, как, вот как мозг интересно работает, да. Я даже не знаю, как это сказать, саморегуляция это может быть. Саморегуляция, саморегуляция, да. Слушай, у меня друг был, если я тебе фотографию покажу, как раз у меня на столе, академик Фролов, он был вице-президентом академии наук СССР. А вот это у меня вещь. Я готовил Марс 500. А что это? Марс 500, они полтора-два года там моделировали полет на Марс. Ого! Группа там китаец, четверо наших ребят, китаец. С ним была какая-то психологическая работа? Ну, конечно, конечно. Они же безвылазно там сидели в институте медико-биологических проблем. Сейчас, сейчас я... А у меня книги, посмотри, какие на английском, на французском. Я в бренде пять российских авторов в Париже. Так, слушай. А вот во Вьетнаме вышла книга моего товарища, который у меня учился как специалист по интернету. И он написал, и там есть синхрогимнастика наша. Там есть картинки. А где эту гимнастику можно зрителям посмотреть? Да мы покажем прямо в интернете. Мы всегда... Она у нас есть в учебнике по физкультуре в девятых, десятых классах. Про нее есть вот наша Наташа Кузьмина, опять написала эту книгу. Вот метод ключ, сайлева, синхрогимнастика от мечты к творчеству. Вот Наталья Кузьмина. То есть в интернете можно как набрать, чтобы попасть на синхрогимнастику? Да. Пять минут, которые изменят жизнь. Если набрать пять минут, которые изменят жизнь, на синхрогимнастике Хасаи Алиев, любой человек попадает, где я сам лично показываю. Да. Надо, чтобы там открывали... А то некоторые берут меня, которые показывают, от себя подают. А надо, чтобы с меня подавали меня. Это... Там комменты, чтобы прочитали интересные. Я понял. Да. Это там очень интересно. Это интересно. Да. Пять минут, которые изменят жизнь, я тебе скажу, ну, например, хлёст, первое упражнение. Руки бросаешь, как веревки. Плети, да. Да, как плети. Так. Молодец. Благодарю. Это перед пришлом в воду люди так делают. Да. Да. И это то же самое делают, когда откачивают утопшего. Да. Руки берут. Да. Да. Почему? Потому что, когда вот так делаешь, верхушки дыхания сходятся, расходятся, кислорода больше попадает, а здесь происходит нажатие. Раскрепочение мышц. Да. Вот такое упражнение я придумал. Потом второе упражнение лыжник. Бросаешь руки вниз, пятки поднимаешь. Или, по желанию, бросаешь вверх, пятки поднимаешь. Или вот так. Я одной тётеньке говорю, делай вот так, она делала вот так. Потом говорит, ой, выходить оттуда не хочется. А потом я спрашиваю, а ты кто вообще? я лыжница. Она потому лыжница, классический стиль, да. Она потому лыжница, что ей это подходило, когда она это делала, ей нравится там. Да, да. Ну, третье, это то, что делают все дети. Шалтай-балтай. Ага. Его ещё жгонка называют. Сейчас его называют. По-разному, да? Жгонка, сейчас называют, волна, сейчас как угодно называют. Но мне шалтай-балтай больше нравится. Шалтай-балтай, я это 25 лет назад в первых лигах я написал, теперь стали находить везде это. Я мало того, что я на этом упражнении, знаете, что делаю? Да. Я умудрился за счёт этого упражнения ставить нокаутирующий удар человеку, который вообще не занимался боксом. Просто женщинам, мужчинам, всем. За два часа они умудряются уронить человека, если это может быть удара. Через это упражнение, да. Вот жгонки и всякие названия, они потом, когда я это опубликовал, всё узнали, они стали везде находиться. Да это же жгонка, да что, вы раньше не знали, что ли? Не обращали внимания. Стали обращать внимания. Так вот, вопрос заключается в том, что жгонка-то делается для здоровья, для тела. Никто не догадался, что это можно использовать для изобретательства, для того, чтобы экзамены лучше сдавать, для того, чтобы стихи писать, потому что это раскрепощающее действие. Повторяемое движение снимать. Движение для того, чтобы было легче думать. Думать. А они жгонку превратили в механическую вот эту. Прямо, слушай, вот эти вот копировщики. Зла не хватает. Зла не хватает. Хоть копируешь, надо хотя бы от стола. Хоть объясни, зачем, да. Надо же отвечать на вопрос, зачем. Да, конечно. Человек столько лет, столько миллионов лет для того, чтобы человек стал думать. Теперь есть этот внутренний диалог. Как его снимать? Я тебе скажу. Вот, например, давление крови. Когда оно нормально, его же снимать не надо? Не надо. Не надо. Так и внутренний диалог, когда нормально, его снимать не надо. Это когда у человека не у него психическое напряжение. У него внутренний диалог. Становится ему мешающим. А так он и есть, как проекция социума у него в голове. Человек же социальное существо. У него проекция общества в голове. Когда он идёт куда-то, он думает, как его встретят, что он скажет. Это же есть внутренний диалог. Но когда у него напряжение высокое у человека, как давление повышенное, или когда пульс частый, когда выше нормы, он начинает ему мешать. Такая каша, болтанка в голове. Никак уснуть не даёт, не так, как подумать не даёт. Надо его снизить. Уровень нервного психического напряжения снизить, и внутренний диалог ему перестаёт мешать. А если у него такое высокое напряжение, что он даже его слышит, вот психические больные люди говорят, голоса слышу. Так. Так это просто завышенное напряжение. Люди, которые хотят снять внутренний диалог, им надо просто снять нервно-психическое напряжение, а не бороться с теми словами, которые они говорят. И это напряжение снимается путём напряжения. Да, если он напряжён, да напрягись, это же есть то, что ты мне говорил, это статические упражнения, атлетизма. Изометрия. Изометрия. Да. Конечно. Слушай, покажи вот эту скрипачку картину, покажи, а? Я помню, я учился играть на скрипке, так я её терпеть не мог, потому что у меня мама заставляла, потому что там у меня учительница была, в Музыкальной школе, она сидела ногу за ногу, такие каблуки тонкие, я помню. Когда я что-то не так играл, она как стукнет по смычку, смычок туда. Она говорила, фальш. Ну как же я мог любить эту скрипку, да? И, короче говоря, у меня появился другой педагог, Назарян Эдуард Кеворкович. Он узнал, что я люблю рисовать. Я рисовал там что-то. И он узнал, что я люблю паять. Он мне подарил паяльник и свой конструктор подарил, которым он в детстве занимался. У неё был подход. Я так себе поклялся, что вот этим летом выучу вот это Верди, вот эту пьесу, так выучу, чтобы его порадовать. Вот как подход дали, да? Так я тебе скажу. Потом я летел в самолёте, через много-много лет, недоспавший, летел в самолёте, истощённый, там где-то что-то произошло, меня пригласили помочь. Я лечу. И в этот момент слышу, музыка играет. Я думал, радио. Я смотрю, радио выключено в самолёте. Я прослушался к музыке. Оказывается, в зависимости от того, как я слушаю, она меняет тон, музыка. И соло вела скрипка. И вдруг я понял, что я вот меняя своё состояние, меняю тему, я стал... Руководителем оркестра? Если бы я такой идиот, помнил бы эти ноты, я бы записал там божественную симфонию. А я же так не любил скрипку, но оказывается, музыка в нас, гармония в нас. Надо только вот... Ты знаешь, что? Потом она вдруг исчезла, и я понял, откуда она пролазила. Вибрации самолёта. Вдруг наложились, как, знаешь, рефракторная решётка, или там что-то... Я понимаю, что вы говорили. Вибрации. Потом, когда самолёт, что-то там переключился, мотор, бах, и у меня пропало. Но я потом понял, почему у меня было однажды в гостинице, что я стоял под душем, струя воды пала на затылок, падала, потом падала где-то на плечи и на икренок. И я вдруг стал чувствовать, что я как-то дышу так, как медведь. Вот так, вот так, вот так. А потом раз я так отодвинул эту самую душевую штучку, и пропало. Опять сделал, чтобы на эти три точки попадало. Опять. Оказывается, биоритм мозга какого-то, какой-то биоритм, который всегда есть. Нашел экран отражения за счет вот этой чистоты душа в этих точках. На эту тему потом поговорим, потому что на этой основе я сделал несколько изобретений потрясающих, скажем, удивительно. Потому что можно проявить внутренние биоритмы. И это, во-первых, во-вторых, гармония в каждом из нас. В каждом из нас есть гармония. Все мы художники, все мы... Надо ее только найти в себе, правильно? Да, конечно, экран нужен, конечно. Ты мне сейчас рассказал одну вещь, которая для меня была дежавю. Потому что на самом деле я тоже вспомнил такие моменты, и они у меня были в детстве, где я сам себе делал целый оркестр, причем симфонический. Так. Причем, да, да, да. И я умудрялся, да, в состоянии... Я даже не знал, что это была медитация, я даже понятия не имел, я даже не знал такого слова. Но я сам себе делал целый оркестр, огромнейший, и там была действительно божественная музыка. Да, да, да. Действительно божественная музыка. Это нужно просто забраться в свое бессознательное. Это состояние между сном и явью. Так это же есть нулевое. Да. Нулевое, которое направлено на что-то, это уже поток. Это поток. Когда ты о чем-то думаешь, или что-то изобретаешь, где автоматически сопровождается ноль, то есть отсекается страх, шаблоны мышления и подражание авторитетам. Ты о чем-то думаешь без этого. То есть твое. Твое. Чисто твое. Ты соединен с природой. Законы природы там работают без твоего эго. Эго отключилось. То есть саморефлексы. Оценочное, оценочное отключилось. Страх отключился. Шаблоны мышления. Подражание авторитетом. Вот это отключилось. Это же изобретательское качество. Этому Альшулер обучал в школе ТРИС. Он им говорил, что очень важно отключать психологическую инерцию. А я и говорю о том, что это имеется ввиду выходить на нулевое состояние. Когда мы репетируем выход на нулевое состояние, а потом начинаем, пользуясь этими навыками, думая о нерешаемых ранних задачах, они начинают лучше решаться. То есть это и есть изобретательство. Это и есть творчество. То есть творчество, изобретательство, это одно и то же. Я хотел сказать, творец и изобретатель, это одно и то же. Конечно. Просто у нас такое представление, что изобретатель это технические работы. Нет, изобретатель это просто тот, который находит возможности из того, что есть. Любая мама, которая идет в магазин, чтобы купить ребенку, покушать, и у нее не хватает там 5 копеек, она изобретает, она изобретатель. Как это же сделать? Да. Или в другой магазин пойти, или дождаться, когда привезет. Я вот даже скажу по поводу импровизации. Импровизация это когда ты просто перебираешь из своего инструментария лучшие варианты. Да, это и есть принцип подбора. Да, это и есть. Да, возможно даже спонтанность определенная. Конечно. Да. Так вот наша задача, чтобы люди осознанно использовали свои естественные, спонтанные, инстинктивные реакции, которые им помогают побеждать. Да. Я благодарю тебя, что ты пригласил нас в гости. Спасибо. И я с большим удовольствием запитался. Я понял, что я иду благодаря тебе. Я иду правильным путем. Да, мы одинаковые люди. Да. Я иду правильным путем. Слава Богу. Слушай, я тебе хочу одну вещь сказать. Я тебе очень благодарен. Я тебе хочу сказать. Ищем братьев по разуму. Да. Это не братья по разуму, те, которые думают, как мы, а те, которые думают. Просто думают. Просто думают, да. Спасибо большое. Спасибо большое. Тебе спасибо. И вам, ребята, большое спасибо, что вы нас смотрите. Да. Я думаю, мы вместе силам, мы что-то такое изобретем, чего по отдельности мы не можем. Да. Каждый первый в своем деле. Ну, когда мы вместе, мы можем такое сделать, что мы даже сегодня представить не можем. Ну, Бог говорил, где вас двое, там и я третий. Да. А сегодня, кстати говоря, это очень нужно. Потому что разделяют. А нам надо собираться. Когда разделяют, мы слабее становимся. Да. А не было понятно, вокруг чего собраться. Да. А теперь есть. Теперь есть. Вокруг вас. Вокруг вас собираться. То есть вокруг каждого из нас. Да. Вот ради чего собираться. Вокруг людей, чтобы были человеки. Да. Кстати говоря, это в основе любого религии лежит. Быть человеком. Только со временем выучивается суть идеи, а традиции остаются. А суть идеи – быть человеком. Может, давай даже… Желать, любить. Да. Человеком любящим. Любящим, да. Да. И творящим. Человек по природе – творец. Да, да. По образу и подобию творца. Да. Кстати говоря, когда человек себе не позволяет или кто-то ему не позволяет заниматься творчеством, у него и возникают неврозы. Откуда болезни все происходят? Потому что мощнейший… От отсутствия возможностей к творчеству. Конечно. Мощнейший эволюционный импульс. самореализации, который его сразу начинает разрывать на части, если он его не реализует. Он заглушает водкой, он еще что-то делает, он там деградирует. Только потому, что человек – творец и не позволяет себе быть творцом. По разным причинам. Да. Да. Еще раз благодарю. Спасибо. Друзья, спасибо вам большое, что вы с нами. Почувствовал ощущение счастья, потому что мне брат по-разному пришел. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова